всех приветствую сегодня будет ролик мегалит и там компас вращается на 180 градусов при поднесение ко мне сожалению я поехал без подготовки как всегда наверняка как часто и неправильно там это проделал пересмотрим сюда и у меня отклонение уже почти на 90 градусов до теперь мы двигаем смотрите что происходит что творится теперь другую сторону а теперь еще больше с другой стороны но уже 180 градусов на аномалия наверное сказал бы это так антенна моя влияет теперь давайте уберем антенну что у нас происходит все равно отклонение на 90 градусов ну вот так был север до пирма двигаем у меня отклонение уже на 180 градусов вот такая вот у меня думаю аномалия представляете компас другую сторону повернулся не знаю что я с этим подоконником дело в том что тут у меня длинное длительное время генераторы кише стояли сейчас у меня стоит только на стоечка из шишек ну к на стоечке я подносил даже не переживайте не влияет пробуем так называемый ганс поднести не влияет что-то значит с подоконником у меня не так что-то с ним происходит в общем я и у меня дальше следующая комната кухня проделал я на том подоконнике то же самое и там все точно также произошло представляете и следующая комната то есть справа от меня это уже ванная там только на 90 градусов отклонения пошел в спальню проверил там нету никаких отклонений пошел в зал проверил там нету никаких отклонений то есть в основном вот кухня и моя комната ну честно говоря на всех этих подоконниках у меня генераторы кише стояли не знаю что еще думать тут дело в том что вот это это не камень это дсп ну такое довольно мощное прессованное что-то наподобие дсп что тут может быть мы знаем что компас на магнит влияет и почему у меня это происходит на подоконнике я представления не имею там в горах на камень ну то ладно камни там может быть где-то магнит понятия не имея камни там конечно интересные мегалиты вот если сверху ничего не происходит опускаю ему меня развернулся тормозу на 180 градусов подымаю ups и он вернулся нормальное свое положение опускаю 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 вот все он поворачивается вот на этом расстоянии уже почти повернулся причем вот туда ближе к окну вот здесь он основном хорошо поворачивается у самого окна что то в раме или в подоконнике или в бетоне дом панельный ну вот такая вот фигня у меня обнаружилась дело в том что я там комнате сидел заметил что в одном месте посмотрю у меня так отклонения в другом месте так отклонения тут у меня стояла это антенна и и сюда поставил пока на время пока не придумал что как дальше с ней делать к ней поднес и вот такое начало сначала думал антенна потом ее перенес на стол на столе этого не происходит значит и подоконник начал на подоконнике проверять но с рамами если бы это с рамами было связано или с подоконником или с бетоном тогда бы это произошло и в зале и спальне и аналогично было бы в ванной комнате на ванной комнате только на 90 градусов а в кухне и моей комнате в рабочей происходит на 180 градусов вот такая вот фигня всех приветствую идем на шнуршерн клипен это где мегалитические там сооружения остатки я видел на карте но погода подфартила нам не плюс тут вырубка леса и его такая дорога ну там модную именно по такой шли а тут вот уже с краю можно идти нормально как бы подъем тоже приличный но сколько идти еще не знаю на одном знаке стоит два и два километра на другом знаке стоит 2 и 8 километра причем который знак ближе на нем стоит 28 хотя он ближе на метров знаю 300 на м странный немножко конечно все это вырубку серьезную тут провели кого опустошили интересно когда это все зарастет так ну ладно идем мы дальше потихоньку барахтаемся надеюсь дойдемся не не все это не так просто до последний день отпуска дал такой дождик хороший ну как бы выезжали пасмурно было стали подъезжать все сильнее сильнее можно другую гору мы забрались там внизу вижу смотровая площадка небольшая он там ничего не видно ему уже где-то на подходе интересно весь отпуск погоду поменял ну надеюсь это я не просто совпадение потому что погода стояла на весь отпуск вот такая вот тем не менее все было солнечно на ночь только оставлял и по ночам дождь иногда шел ну надеюсь это была работа ну походу я лимит свой выбрал и вот результат последний день отпуска идем дальше так первые скалы ну позади чуть поменьше еще остались такая погода не знаю там видно будет нет вот справа ущелье вообще ничего не видно кого-то туман наглухо прям все бело внизу как туман ну похоже на туман честно говоря белым бело хорошо мы туда не пошли вдоль реки там есть тоже еще один проход но он подлиннее такую погоду не очень-то будет приятно гулять это идем идем никогда идти не можем правда мы уже зашли сами в туман но тут как бы вот на этой площадочке ничего тумана почти нету там дальше тропинки туманчик тут вроде поменьше сейчас проходили через пост туман сейчас померю этот компас посмотрю дальше скажу что он тут показывает не показывает тут по левой стороне скалы выглядывают везде дюмут никак дойти не можем компаса проверил в одном месте он показал почему-то вдоль этой тропинки а вот на тех камушках показал компас туда на ущелье в общем сколько 90 градусов разница странно немножко сейчас еще не дошли до этих мегалитров где они как бы их вообще не пройти в такой теме не как бы все в тумане даже не представляю можем мы пройти или нет их пару слов по дурдому смотрю вот все ускоряется и ускоряется нас по ходу хотят как можно скорее тех кто не совсем с этим согласны избавиться остальных в электронный концлагерь ну в принципе кому интересно могут поинтересоваться как протекает жизнь китае какие там идут баллы какие там набирают какие расчеты там вообще даже карточками уже почти не рассчитываются и наличными мало совсем практически не за одни мобильные но мобильные все знаем как он работает то есть вы уже постоянно под контролем но люди вот как-то даже многие люди я знаю знакомых все это понимают и тем не менее заходят магазин достает карточку а кто-то даже и телефон и рассчитываются а это каждый расчет это шаг туда именно туда так ну где же они у нас знаков больше нету мишень ладно будем дальше искать ну что друзья мы уже было отчаялись что не дойдем не найдем или прошли и нет они вот они впереди у нас какие интересные природные образования не читала правда что там пишет нам вики вики и вообще кто там что пишет об этом некогда читать было искать ну кому интересно почитать я могу оставить ссылочку под видео можете зайти и сами посмотреть и почитать это все дело вот такие две скалы тут ну по крайней мере данный момент я вижу только две сейчас мы подойдем поближе проверим компас проверим мультиметр какие-то по обваливались очень много о мухоморы микродозинг мухоморчики появились но думаю после такого дождя надо дождаться теплой погоды и наверное уже можно за грибами будет ехать ну и кто их тут так образовал да как я буду вверх снимать с под зонтика вот мне интересно так зонтик сторону вот так ой 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 как затруднительно все это сейчас проделывать ну сейчас мы где-нибудь наверное между ними встанем до ну не знаю как это все выглядит явно тут альпинисты ползали лазали альпинистка ты моя скалолазочка там вон кольца где-то я видел в битве тут я через бревна через камни шагаю как бы не навернуться сейчас я встану с этой стороны ну в принципе по идее их надо как бы вокруг обойти да я так думаю ну просто шедевр шедевр выложены обалдеть так есть где-нибудь тут наверх вот сейчас мы посмотрим ну камни такие я вам скажу ой 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 мишань ты подойди поближе чтоб сориентироваться по тебе хоть можно было какого тут все масштабы а то на видео это будет совсем непонятно какие тут камушки вот мой друг стоит у камушков буквально чуть выше двух камушков а он ростом почти с меня где-то сколько у тебя рос мишань он даже выше меня метр девяносто на четыре сантиметра выше вот представляете вот такая вот а с этой стороны сейчас мы обойдем что самое интересное мы тут не одни такие тут еще туристы двое ушли вот я вижу слева еще трое ходят а там за нами еще кто-то шел тоже такие упертые погода им нипочем тут что-то понаписали крестиков каких-то понаставили смотри еще какие они аккуратно сделали очень аккуратно вырезано я вам скажу это не просто так так тут прочинг буква какая-то Г или Дж а камень кстати гранит да так а надпись может кто захочет прочитать сейчас я приближу вот так Глоте Дихтер Минераллозе чего минералогии что ли или как как это читается правильно Минералогии ага понятно ну я не немец мне простительно я могу и неправильно прочитать запросто что столько лет прожил так и не научился но не идет он мне хоть тресни так в общих чертах могу общаться ну ладно эту мы обойдем потом на обратном пути еще с этой стороны а этот мы сейчас пойдем туда тоже с той стороны а давай тут померяем наверное сейчас я выключу ну там камушки сейчас я друга тоже попрошу подойти какие камушки это просто жизнь сейчас я выключу померяем или как это сделать а может на подставку где-то поставить чтобы это было видно сейчас я нажму пока на паузу да в таких условиях съемка конечно очень непростая штука что-то непонятное вроде как заряд тоже идет как в талии да потом раз сбрасывается вроде пытается вверх вверх вот смотри вниз пошло а ну ка еще разок о прыжок сразу в 80 да ну сейчас влажность конечно надо еще учитывать и все свалилось ну ка еще разок ну улетела сразу вроде как пошел заряд вот сейчас опять вверх пошло о вверх 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 и вниз странно вверх опять еще вверх я ничего не делаю опять вниз и вниз пошло ну ладно компас я проверил работает ладно еще в других местах проверю компас посмотрим может еще что-то интересное ну вот с мультиметром такая петрушка сейчас я еще руки покажу чтоб кто-то ничего не сказал ты там наверно что-то делаешь я ничего не делаю вот взял и все вот смотри вверх вниз вверх опять вниз опять вниз еще ниже и ниже сваливается сваливается совсем опять вверх и опять вниз и опять вверх и совсем вниз интересно интересно конечно интересно и опять вверх пошло о о смотри какие тут интересно тут какими-то рывками но опять же влажность влияет немножко но это не настолько критично я так считаю пойдем дальше все померили компас проверили вроде компас показал туда куда надо но компас легко проверить сейчас мы еще проверим мы походим а ну ладно давай мы обойдем сначала вверх покажем так подожди я приближу как мне приблизить одной рукой вот так сделаем и покажу все эти природные образования вулканические вулканические вулкан вода клавок такими блоками бам-бам-бам повываливалась тут и застыла в виде гранита а гранит образовался 300 миллионов лет назад при очень высоких температурах вот такие встречаются описания так где там верхушка то вот она верхушка все поехали обратно и пойдем потихоньку ну интересно конечно вот что-то у меня интересно мы шли с левой стороны у меня штанина вся полностью промокла а ботинок почему-то правый мокрый весь внутри я чувствую что он весь промок странно как это может так произойти ну тут как полигональная кладка похоже только по-разному все и прямоугольные и какие-то и трехугольные и какие в общем хотите ого какой тут ветер тунул да а вот с этой стороны уже немножко по-другому смотрится там наверху кто-то крест премудрил ну вот видно крест не видно я не вижу вот на мониторе его может быть видно будет и разбросаны они тут по кругу в общем много получается как бы по отваливалась да а блоки а сейчас я покажу сейчас вдруг подойдет опять к блокам а я удалю камеру вот Михаил почти два метра да теперь вы можете сориентироваться каких размеров в эти блоки они огромные просто очень огромные вот ради этого я сюда ехал так ладно буду сейчас еще здесь с этой стороны компас проверю и дальше пойду как-то бы показать вам компас сейчас я попробую неудобно у меня вот как я говорил двух рук не хватает так видно компас не видно нет все правильно вам показывает сейчас ну что-то как-то что-то он болтается туда-сюда остановись уже а вон в чем прикол Мишань он болтается тут вправо-влево представляешь прям его болтает а на видео видно интересно нет как-то надо сделать вот так поровнее это все дело так где ты интересно он расшатывается то вроде пытается успокоиться и тут же начинает расшатываться тоже что-то есть тут аномальное явно а как мне сумку теперь закрыть ладно потом закрою надеюсь что она не поклонит там итак друзья как я говорил уже что я поехал без подготовки поэтому это в принципе еще один повод мне еще раз туда съездить и еще раз более все тщательно там проверить все очень интересно поэтому и с мультиметром еще раз и компасом я там все еще разок выберу погодку съезжу и все хорошенько проверю ну заодно может и грибочков пособираю вот такая вот аномалия сейчас еще один сюжет добавлю такой же с этого же ролика нашел на немецком канале потому что ну без подготовки так бывает не знаешь здесь что проверять поэтому вот немножко так получилось ну ничего страшного еще раз съездим вот такие камушки жаль конечно погода нам сегодня и тут вот этих блоков разбросано а сколько еще их тут мы не видим я представляю наверное вот это под под засыпало их еще какие-то по любому они огромные вот по пару метров такие полтора и более валяются всякие разные всякие какие хотите ну как бы не зря конечно я съездил интересное наблюдение по компасу что-то есть но сейчас я наверное прекращу съемку по хожу просто и компасом померяю в разных местах посмотрю что и как а потом расскажу и продолжу съемку тут конечно сверху на меня льется все не очень это удобно делать сейчас я похожу посмотрю что тут с компасом происходит тут в общем то под ногами я вот даже не знаю как тут дерево это выросло под ногами все в таких булыжниках просто ими как все засыпано напрочь наглухо тут эти какие-то сооружения были явно когда-то очень огромные просто очень сильно развалились сейчас с этой стороны вот тут вроде посветлее покажу правда с зонтиком это не очень удобно но постараюсь как-нибудь так более-менее нормально показать чтобы было видно какой они формы как они тут вулканом вулканах выложил так аккуратненько ну да постарался вулкан выложил капитально просто четко ну то что тут развалилось все тоже все о ты слышал что это было стук какой-то а не не справа он оттуда какой-то такой ту-дук ту-дук интересный звук я слышал там можно наверх залезть ты че? а точно вон там лестница есть не вон там ну я тебя прекрасно понимаю хахахаха ну у меня как-то эти башмаки вроде не скользят это только там было на этом как его на дьяволе на дьявольской стене там интересный камень они у меня просто поехали я чуть не упал она и на граните они вообще не шевелятся я мертво стою хотя там ступенька вроде как бы ступеньки нормальный бог вот отсюда показать какие они есть просто прямоугольные есть квадратные интересно приблизить чуть-чуть дождик дождик очень сильно мешает зонтик надо держать его так вот тут лесенка я понимаю там будет сдувать меня но если что я помолчу блин еще не приблизил даже ну он все так михаила желания нету со мной подняться давай она и на тебе сумку оставлю тогда решила попробовать прям забираться и съемку не выключать не знаю как это получится еще и зонтиком не навернуться бы ну поклонюсь вперед так на эту лестницу тут камни такие интересные может что-то я потом сам на видео увижу что процессе заползания не увидел но дальше я чувствую я так не пахнет не очень неудобно но уложена отлично вулкан о блин зонтик тут еще цепляется вулкан постарался от души так скажем так буду я выключать не пойдет так дела честно говоря тут как бы отойти то невозможно никуда как тут съемку делать вообще не представляю удаление на максимум ширик все я уже не отойти никуда чтобы не навернуться тут шагнуть куда-нибудь не туда ну глыбы такие я скажу вам просто обалдеть какие они огромные когда вообще рядом стоишь и тут уже трещина они отошли такая глубокая ну-ка приблизим чуть-чуть видно будет нет что-то нифига не видно по-моему ну как бы довольно высоко я правда еще не на самый верх забрался сейчас выключу пойду на самый верх потому что невозможно лестница посмотрите под каким градусом находится ну так вот не все так просто как может показаться ну так забираюсь партиями и останавливаюсь пытаясь снять запечатлеть это дело все эти глыбы камушки но тут к ней конечно я наверное с одной рукой пройду зонтик в одной руке тут как бы держаться надо лесенка так скажем о мать ее так лесенки эти конечно такие похоже предотвели еще делались очень старые как бы под ногу площадка совсем узкая поэтому не держаться и типа не почти невозможно ну так это выглядит сверху вот так вот тут вроде как что-то развалилась где-то они прям идеально уложено а тут что-то как рухнуло а тут смотрите как они красиво лежат просто идеально да я тут конечно вот как я высоко правда ничего не видно там везде такой дождь выглядит как туман дождь очень мелкий просто обалдеть забрался я почти на самый верх но на самый верх я уже не буду заползать наверно или все-таки добро добраться до верха там просто ветер сильный я просто за как стою затяжки вот тут я уже чуть-чуть выглянул кого какая-то осталась ладно сберусь уже раз тут что-то надолбили в это остаток чего-то практически не просматривается и тут что-то нацарапали вернее выдолбили еще и покрасили нержавейка торчит болты какие-то что-то тут крепили когда-то так здесь еще раз выключить ее моя а я сколько можно ну да явно тут альпинисты ползают скобы остались тут какие-то червячки развелись ямки самом верху я так пытаюсь закрыться зонтиком со всех сторон за расщелина небольшая ну в общем то наверху ничего такого особо я и не вижу интересно все я на самой макушке этой скалы вот вторую скалу видно отсюда он она выглядывает с крестиком кто-то туда крестик поставил ну как бы высоковато конечно тут я вам скажу не знаю тут я то между деревьев хорошо вижу будет ли вам это видно вы его и чуть зонтик не улетел у меня такой порыв дернул да если вы была солнечная погода это было бы сейчас конечно очень красиво хотя о чуть-чуть ветром продуло и я даже деревню вижу внизу где-то там далеко глубоко и вон там слева я вижу я там еще вижу мегалиты друзья вон там целая куча придется нам еще про путешествовать туда немножко сейчас я попробую приблизить только как боюсь зонтик у меня вырвет ах ты ёпай раз это пытается у меня зонт вырвать ветер видите надеюсь все пошел вниз ну вот еще с этой стороны покажу как они тут уложены укладины но там по крайней мере чуть-чуть наверно левее надо отойти там сверху красиво совсем приближе сейчас сейчас посмотрим тропинка есть к следующим или нет если что тут рядом совсем буквально метров сто пройдемся посмотрим там что за камушки из тоском по сама компас я посмотрел же заговорил уже или нет забыл уже даже везде он так колеблется туда-сюда и брым 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 право влево дергается вот такая гранит вулкан уложил для нас думайте что это такое было кто это тут так на ну понятно что что-то тут было если мы сейчас пройдем до следующей буквально там 100 150 метров то получается что у нас получается возможно тут был единый комплекс какой-то мы посмотрим где тропинка у нас вообще было уже один у нас тропинка была так пошли тропинку искать ну кабан это по-любому тут гуляет ну тут вообще вот я уже отошел метров пятьдесят семьдесят все вот под мухом такие глыбы просматриваются немножко уже грибов нашли ну конечно же мы их не собирали слишком мало все вот этими глыбами они где-то он просматриваются и где-то ногами как бы я их вот ногой например я понимаю что там камень там очень твердо еще заросшие еще тут в этих глыбах тут возможно вот эти 100 там 150 метров сейчас мы на тропинку выйдем все было в это ну в смысле вот такая какая-то мегалитическая стена была сооружение какое-то что-то было такое очень масштабная сколько 671 метр уровнями моря мы находимся в данный момент ну как бы не очень высоко так а тропинка почему-то куда-то вниз пошла они вон там у нас слева чуть-чуть но может она книг туда и приведет сейчас посмотрим там тоже какие-то интересные очень ну как бы сверху я их увидел довольно четко особенно ветер дунул дерево так отклонилась ее смотрю о какие огромные а тут все воду в таких глыбах высыпано неправильно они тут и мхом где землей позарастали уже от времени сколько сколько время было когда вот эти вот ну вулкан тут настроил вот этих вот сооружений интересно да выборочно причем сейчас мы к следующим пройдем тут вроде как бы мы вниз немного пошли посмотрим будем ли мы подниматься вверх ну тропинки такие скажем вот там кусочек была нормальная все остальное вот так мы по корням шли а там вообще по дороге которую трактора изъездили где лес срезали и пару просек видели такое впечатление создалось по этим просеком как лес саженный вопрос кто когда в таких масштабах его мог засадить и многих местах я вижу в таких горных местах где лес вырезают он почему-то там больше не растет там не появляются молоденькие деревья вот такие вот например или очень-очень их мало а допустим моем городке там между озер за 20 лет там просека вот это между озер сколько там метров 50 70 до миша она заросла просто наглухо за 20 лет и там деревья уже некоторые такие довольно высокие чуть чуть пониже конечно чем здесь но довольно высокий тут кого вопрос на вопросе все камни тут много наверное всю дорогу смысла нет снимать выключая пойдем там покажем дальше вы посмотрите как тут камни вдруг стрельца точек и корни корни деревья от деревьев все эти камни просто переплели тут вплели с них и вот ну по корням идиом дождик кстати кончился возможно вот все же сработало с опозданием забыла наверно не в часика в пять стать чтобы это раньше сработало но я ну как бы последний день отпуска хочется выспаться до 7 дрых ну все вот так по камням камни корни камни корни и сколько тут камни представляете сколько тут по вот этому склону в лесу все что заросло это все в камнях вот таких он такой миниатюрный мухоморчик микродозинг ну скоро я наверно на собираю их какой красавчик и красивый там нашли тоже другие грибы но их очень мало к сожалению еще рановато поздно тут грибы как-то обычно вот бывало конечно сентябре собирал но в основном октябрь ноябрь потом много лет я уже не собирал грибы теперь я решил опять начать собирать их посмотрел много там полезных грибов нашел интересных например как этот гриб дождевик про белый гриб я молчу конечно это много других интересных так слушай что мы далеко идем а где эти еще сооружения то вот эти вулканические вулканические образования в виде мегалитов где они тут ладно сейчас посмотрим пройдемся еще немного ну вообще-то если бы была корзина сегодня с собой мухоморов мы могли бы сегодня нарвать у ее и сколько вот одна поляночка вот другая и там еще одну выросли довольно много мухоморчиков но нефти собирать а вот тут вот молодняк растет ну и как бы выглядит что его не садили же не сажали ну и все в глыбах вот так все идешь не глыбы глыбы везде выглядывают мы еще пошли не по той тропинке потом по осознали вернулись нашли нужную тропинку оба на и мы все-таки на них вышли да ну тут они явно очень сильно разрушенные по сравнению с теми тут совсем какие-то и причем сверху я смотрел они вроде вот они рукой подать а мы идем идем и никак дойти не можем смотрелось как будто что-то большое выглядят но сейчас мы ближе подойдем посмотрим ну что тут в первую очередь глаза бросается то что все такими глыбами просто усыпано тут под ногами и выглядят они очень сильно вот это разрушено совсем почти на нет конечно оттуда смотрелось и ну видать ее почти все как раз и видно было мне показалось это я вижу только верхушку поэтому думал там наверно еще много-много чего вниз но вниз ничего нету но все в глыбах вокруг такие огромные глыбы валяются вот этот камушек но это надо михаил подошел камушку ну-ка подойди для ориентации какого он размера но огромные просто огромный больше двух метров он смотрите как они уложены покладины уложены заложены ну вот реально прям полигональная кладка за заврига смотри как прикольно да причем вот тут шов ты видишь а он цельный камень как будто эти швы специально делали посмотрите вот смотрите это он цельный вот он заканчивается раз и с этой стороны то есть его вот этот шов искусственно когда-то сделали вот эти как другие швы возможно они такие же просто глубже но вот этот по ходу слева и камень он один цельный вот этот здоровый до мешать вот у него трещина реальная это вот она вот это вот скорее всего а вот это все что слева один цельный такой огромный булыжник и вот так они где-то местами как уложены а где-то просто вот так прочерчены это что-то новенькое я такого еще не видел ну а там глыба завалилась на бок она метра три три с половиной вот это вот огромная просто сейчас я ее приближу ветер опять поднялся зараза так дым дым я масло не ему нельзя сказать ветер ветер я масло не что нибудь в этом роде чем что-нибудь ответ рассказать чтоб он прикрыть мешая куда-то убежала хотел для сравнения чтобы иди сюда меха гаил вернись фотографию хоть одну сделать под такими маленькими камушками все идем дальше ну вот так михаил то идет по нему видно какие камушки этот маленькие просто миниатюрные а он почти два метра ты быстро до него не убегай я хоть по тебе ориентируюсь какого размера как ты знаешь как удобно ты куда-то побежал побежал даже не это ни фига себе как тут прикольно я понимаю что ты сюда пошел а ну подойди к нему тут поближе да просто пипец камушки офигенные просто да тут что-то разрушена совсем на нет а вот мы шли сюда сколько камней да может это тут они как-то и соединенные были но все будут один какой-то один комплекс был вообще дамсы обалдеть что не хочет туда забраться он все равно походу надо либо вокруг обойти либо это назад вернуться у его просто штаны мокрые собирайся выше тут вокруг как-то проблематично обойти хорошо хочет она не порвались подходи под стену как назвать то не знаю под сооружение остатки да интересно конечно тут было когда-то просто жить и причем где-то вот же вот я вижу четко вот огромная глыба она не как царапина как продолжение сейчас приближу вот она видно на ней нацарапана это чудо сейчас чет там увидел мишань что-то михаил дам интересно я увидел прям невероятно часа заберусь к нему то елки помест на махле не дают ногам сильно согнуться до комушки какие озарить где-то трещины где-то царапины это непонятно для чего царапины делались для того чтобы они так трескать или как как это понимать вообще как тут они разъехались хорошо где ты паровоз увидел я не вижу все равно где-то там гудит все это по звуку тут сейчас не определишь а вот тут смотрите как развалилась все какие огромные глыбы но вот это вообще глыбы просто она но видео не передаст это надо чтоб кто-то рядом стоял вот это вот просто огроменная я не знаю на подержи я подойду к ней держи вот на нее чтобы сориентироваться да чуть-чуть видно паровоз опять ну тут паровозик ездит для туристов сохранить это что-то что-то какой-то наверное туристический этот до отдыха наверно сделаны одинаковые домики там интересно но сейчас приближение вряд ли будет видно конечно можно попробовать в принципе все сейчас мы вокруг обойдем еще и там я вижу тропинка которая вниз уходит вот она вот и по этой тропинке мы спустимся сам пойдем вдоль ручья следующую деревню потому что у нас машина где-то там стоит вообще найдем мы если ее по другому маршруту пойдем сейчас я приближу эти кучку одинаковых домиков но я вижу что картинка совсем никакая но так скажем видно ну что пошли вокруг вниз обратно и вокруг и на туда тропинки все спустились идем вокруг по куче где тоже кровь смысле веточек переломанных обломанных но тут обвал конечно серьезный серьезно тут обвалилась все глыбы огромные просто огромного это конечно не как там кунгуров показывал на урале конечно вообще жесть там размеры намного больше но эти тоже извините меня для нашего понимания все равно не укладываются если это создавалась какой-то мегалистической мегалитической цивилизации у как он как камень стоит которому я спускался интересно он висит ты задай как он висит мешает где камень от которому я спускался как он вообще не падает непонятно не соскальзывает ну но когда я посмотрю чертам ты запас видишь но да там есть чуть-чуть сейчас приближе да да чуть-чуть внизу как бы кусочек есть такой на за что ему держаться а вот с левее смотришь вообще ничего не видно такое ощущение что он должен упасть он не падает о подожди ты ушел блин я хотел с этим камнем тебя показать ни фига себе вот это размеры блин да еще под землю он представляете что тут не пройдем что ли вот тут вперед а ну давай как раз я тебя тут покажу на фоне этого маленького камушка вот так ты стой вот ты как раз стоп напротив его ухо блин вот этот размер да ну вот этот явно свалился тут туда сверху да похоже он упал просто откуда-то тут похоже многие попадали обалдеть вот это камни на какую глубину еще неизвестно гранит вот весь зарос уже камень его практически не видно краешек выглядывает тут эти похоже тоже все съехали разве вот эта часть вообще разъехалась просто на нет уже все заросла и тут у нас под ногами камни камни и камни люди натаптывают похоже не одним и такие любопытные а вот новые сосенки растут они тут через лет несколько тут будет уже проблематично и тут весь склон усыпанный да весь просто вот туда вон там вышка похоже охотничья все туда я вижу в этих глыбах тут видать что-то бомбанули такое большое что она так все разлетелось развалилась там внизу он даже проглядываются то пофиг этот паровоз интересно все равно далеко у нам внизу просматриваются эти глыбы ну да паровоз там шпарят чуть-чуть как я когда в гору иду то же самое такой же звук похоже издаю все огромных глыбах да что это тут было огромное невероятное какое-то сооружение сюда кого-то какой-то удар был мощнейший все просто тут улетела все разлетелось и даже там он видели какой показывал игру огромную глыбу все падала какие-то что-то остались вообще какое воздействие тут непонятно я ссылочку кому интересно оставлю посмотрите за дьявольская стена то есть эльмауэр так называемый по-немецки там мы ездили вообще какое воздействие было непонятно и потому что если сверх высокая температура то где-то должны быть потеки а их нету подтеков мы не нашли было какое-то остекленение потом что-то похожее в одном камне буквально это песчаник потом что-то похожее немного на мрамор и потом следующее это уже песчаник это все один камень в одном камне три таких разных твердости ну все пожалуй вот сейчас приближу тут чуть-чуть с этой стороны мы уже наверх не пойдем потому что подустали я так покажу и пойдем мы обратно вниз потихоньку и следующую деревню где-то у нас там машина ну по дороге может быть конечно что-то интересно еще увидим ну как бы общая картинка конечно складывается так вот этой стороны плохо видно все теперь нам вниз да тут есть тоже угол но угол есть безусловно и вот дьявольская стена под углом и это и так с какой-то стороны у нас дьявольская стена да это как раз получается с той стороны слева но далеко далековато в принципе что тут происходило неизвестно да тут все так в этих камнях просто огромный глыбах разбросан он там где-то валяются дальше довольно далеко уже и тут она под ногами как бы всего так идет в таких глыбах вот все вот в таких вот огромных булыжников которые уже землей заросли давно которые гораздо ниже валяются ну да очень интересно вовсюду вовсюду вот направо налево смотришь и здесь все забросано огромными булыжниками пошел чуть сторонку стропинки все вы есть кого тут камней по навалено огромных кто-то тут было большое явно что-то тут разметала мы уже насколько спустились а камни не заканчиваются где вот люди ходят не дают зарасти народной тропе возможно тут на каких-то еще и какой-то техники мощной пытаются ездить и вот это все просматривается он туда все вниз уходит самого низа до налево направо повсюду одни булыжники видны он эти домики одинаковые интересные такие я подозреваю это для ту для туристов скорее всего и мы уже спустились очень и очень ну глыбы продолжаются нам попадаться огромные огромных размеров мы уже как бы на какую-то дорогу вышли лес пилят глыбы валяются явно дорогу это уже сделали позже но они он везде вниз просматриваются огромные глыбы наверное я так подозреваю они туда до самого низа вон там не вижу даже где-то там прям внизу самым мы идем обратно потихоньку там церковь какая-то или что ремонтируется все в лесах какой-то этот шпиль такое острый чердачок похоже как на церковь видно отсюда плохо видно но ничего сегодня у нас такая прогулочка все ничего ну как-то вот воздействие на погоду сработало поздно дождик все-таки кончился но с опозданием в общем это надо раньше начинать делать да получается за несколько часов да там я вижу такая глыба торчит просто огромная все в этих все булыжниках этих усеяно весь склон этот что тут было каких размеров ну только фантазировать мы можем хотя ни в одну официальную версию это вот эти вот мегалитные образование не укладываются в любом случае поэтому остается только фантазировать да просто камушек невероятных размеров но идем мы дальше потихоньку конечно может надо было нам вдоль руча где-то пойти ну ладно уже пошли где пошли интересное такое растение какое-то смотрится очень прикольно в этих капельках просто все усыпано огромными глыбами вот тут даже по корням видно что там им особо углубиться некуда они видите как расплостанные такие потому что там камни все внизу одни сплошные камни корни везде одинаковые повсюду там он дерево выпало прям с собой зацепило огромную кучу камней интересно вот тут вот прям камни в корнях можно сказать с этой стороны ну тут конечно камнем холм заросли мы опять в лес вошли по лесу идем кругом медведи кричат крит медведя кто-то там стулья держит на горе стоит как будто иногда медведь рычит туристы гуляют ну вот еще одна как просека выглядит там довольно ровная такая сверху мы тоже пару подобных видели интересно как это получилось так ровненько и с той стороны сверху вниз мы парочку таких подобных может а вот эту и видели где-то ну и вниз тут все очень сильно круто так не знаю она вряд ли будет видно и там река шумит дождь сейчас хороший прошел мы же не даром промокли где это шумит слышно ее хорошо но не видно ее глубоко где-то там но если честно сказать то даже круче чем я думал там смотрел сейчас тут совсем очень круто в общем мысли туда пойти из-под скользнуться то единственный вариант я за дерево зацепиться где-то просто улетишь туда вообще нереально тут удержаться идут ограждение главное нету интересно дать мы идем по тропинке ограждение нету туда если свалишься то все блин ну если повезет где-то за дерево зацепишься а если нет то до свидос в этом такие глыбы я внизу вижу огромные тоже видео вряд ли видно будет сейчас как туман такой все за круто очень круто а вот так будет видно какой градус иди иди меня так покажу градус наклона не слушая на видео он не видно градус наклона нами почему-то смотрится вот я смотрю он как пологий смотрится на самом деле сколько тут градуса не знаю ну просто вот очень круто все вниз так чу с этой стороны как посмотрю странно она видео вот я смотрю он как-то пологий смотрится почему-то почему видя так не передает если вы что-то за выступ какой-то лего вроде как так откололась не знаю не знаю я где ты видишь не пойму я по центру стали камни ну тут камушки то поболее меня будут намного да тут такой уклон градуса странная камера не передает смотри я смотрю на камеру вижу что градус совсем другой почему-то тоже круче на самом деле вот посмотри на видео вообще не тот градус почему такая фигня вот я замечал я там как-то в одном видео смотрел смотри вообще как будто странно да я думал мне так кажется нифига блин видео не передает до какой степени тут угол крутой то есть на самом деле он вот так идет да очень круто а на видео мы смотрим вот он такой пологий довольно но я понимаю что я тут спуститься не могу просто блин тут либо очень-очень сложно странно но этот вот практически обрыв но как бы сейчас на видео более-менее странно почему там так полога показывает но все равно вот дальше все равно как-то полога смотрится на самом деле я вижу это гораздо круче вот мне это заинтриговала почему так камера передает не так правдиво какие гигантские глыбы вы посмотрите это что-то с чем-то да уже как как будто скалы да как будто мегалиты какие-то да да вижу вижу но видео сейчас такую погоду вряд ли будет это все видно нормально все тут уже как туман и тут мы пошли опять зигзагами вниз теперь сегзаг делаем вот одна туда мы пришли с верхней и по нижней вошли что ты думаешь я увижу смысле помогу показать отсюда я сомневаюсь я конечно сейчас попробую приблизить но у меня есть сомнения плохо все равно видно все как в тумане почти ничего не видно спускаемся потихоньку среди скал можно сказать среди огромных разных где-то какие-то грибочки попадаются явно несъедобные ну съедобных честно говоря тоже попадались но немного очень мало ничего подождем сейчас вот погодку вы несколько дней тепло после такого дождя то думаю ну вот и мы идем вот это вот хвоя у нас под ногами до такой степени мокрый ну просто чакает чак чак а может на видео даже слышно как мои ноги чакают мешали камни изучает все с подряд угол до интересный ну да интересно конечно жаль погодка подвела немножко немножко как-то успокоилась опозданием но туман виде все равно конечно не ушел хорошо хоть дождя нету сейчас это уже плюс ну в общем-то съедобные тоже попадаются если задастся целью сейчас походить уже как бы можно насобирать да много надо пройти вот справа слева попадаются еще и так смотришь когда начинаешь присматриваться немного попадаются правда но такие я бы конечно не хотел хотя на зарюху с картошечкой они прекрасно идут картошечки я пытаюсь тоже потихоньку уйти отказаться с питанием все очень а кстати я уже сегодня четвертый день мясо не ем странно не знаю почему но вот оно само пришло не мясо и все и не хочется представляете хожу вот тут среди булыжников ну такие вот изменения происходят даже когда я когда-то пробовал мне например не получилось сейчас почему-то это само произошло наверно пришло время как говорится сейчас мы вдоль реки пойдем и да вот она уже река у нас практически так знак мостик там посмотрим вот такой небольшой мостик и журчит прям бурно река я слышу ну да она тут среди камней и блоков дорогу пробила там я смотрю так на меня прям смотрит бог так отлично да его вот и снимаю блок прям а с другой стороны рыбки я не вижу ну вода сейчас немножко не очень прозрачная немножко мутновато это сказать рябина тема правильно идем где нашел он как это нифига на 600 метров разницы но там тоже было на 600 до эланд один ладно пошли 5 дождик начался так надо поработать над дождичком вот друг увидел колодец один возле моста вот еще один вопрос возник для чего тут колодцы вроде тут ничего нету колодцы есть ну сегодня тоже неплохо тут идти конечно интересно ну вот хорошую погоду было бы вообще здорово не знаю не дождевик случайно похоже немного чем-то вот опять дождик пошел красота но мы через километр уже идем хотя не знаю с какой мы стороны сейчас выйдем но вот так вдоль реки конечно идти вообще классно такая горная река это чудо забурили нифига выглядит главное как клин да это надо было так забурится форме клина крестик какой-то форме клина для чего вот это тут был сделанный причем выглядит похоже на бронзу ну и люки по дороге непонятно откуда они куда люки тут могут идти в лесу она идем дальше может что-то еще интересная попадется ты с отря расы светло стало резко смотри погода начала меняться надо еще поработать над погодой мешай красиво в лесу даже в такую погоду хорошо гулять горы спустились опять настроение у меня поднялась заметил тоже а я потом только когда видео монтировал тут потом заметил это да ну состояние это я помню у меня до улучшилось но там явно место силы еще вот где даже вот этот театр амфитеатр переделывают давно не просто так его переделают возможно там место силы до конца добивают на это именно на этом месте а там стороне видишь и дать она еще работает нормально ну вот вроде закончилось наше путешествие куда-то мы выходим теперь осталось найти машину где мы выходим совсем с другого места и где машину искать будем представления не имея ну наверное найдем как нибудь тут мост такой а чё у меня на камеру что-то попало подожди вытеря каплю попала на камеру узкоколейка до вдруг говорит мост для узкоколейки говорит где-то увидел только мы вышли непонятно где вообще нифига я не вижу я же не такой глазастый как ты где-то там знак увидел это мне на ветке показывает на а светофор блин где мы вообще вышли ю-моё где машину то искать теперь за тому выбрали непонятно куда и где искать теперь представляю в общем мы будем искать главную дорогу а потом уже наверное машину найдем только так вижу других вариантов нету ну ничего прогулка получилась очень мокрая но прикольная прикольная компас там гуляет непонятно как мультиметр то вверх то вниз тоже непонятно как все как то вот так непонятно ну мультиметр мы может сейчас и тут еще проверим разок где нибудь ну может до машины дойдем там проверим вот такие жилые автомобильчики стоят припаркованы вон главная дорога осталось нам понять какую сторону идти направо или налево наверное направо а тут все камнями смотри заложили просто наглухо весь парк выложили булыжниками огромное количество нифига себе это надо же так заморачиваться столько камней натаскать еще и какие огромные тут серьезная техника нужно чтобы их привести они огромные метр по два есть в длину сколько много вот тут я имею я между камней и добра все в лыжниках выложен ну да тут возможность такая есть я не думаю что тут по сбору энергии скорее всего просто люди так прикольные мчо ко мне много езди взять почему нет так все не обложить чтоб сюда машину например не поставили все булыжниками по выкладывали по полной все идем разбираться в какую сторону нам теперь идти представление не имею о нашли новое место посещения гослари кайзер плац там какое-то вот такое здание очень интересное ну надо сначала загуглить посмотреть все а потом может и съездим да тут какой-то как типа король стоит огромный на коне а тут похоже на кайзера но будет время как-нибудь туда сгоняем недалеко в принципе где-то 50-60 километров он стоит такая маленькая церковь к вышли мы на главную дорогу ну и тут конечно же мне сразу понятно куда идти как я предполагал направо и там такой небольшой хотельчик есть и там на его парк пледце мы остановились в общем все пишите в комментариях если понравилось что-то делитесь с друзьями ставьте лайки не понравилось ставьте дизлайки мы по крайней мере старались на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока ничего силу михаила блин ну тоже то вверх то вниз да не может по-другому взял а ну-ка даяла держи ну в принципе то же самое то вверх то вниз непонятно туда-сюда колеблется что-то а 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 Субтитры создавал DimaTorzok